Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить третий цикл занятий по практике речи современного английского языка. Сегодня наше второе занятие. Данный курс лекций предназначен для тех, кто продолжает изучать с нами современный английский язык. Цель данных лекций заключается в том, чтобы помочь изучающим английский язык использовать приобретенные знания по грамматике современного английского языка в ситуации реального общения. В нашем сегодняшнем третьем цикле мы продолжаем говорить о фразовых глаголах современного английского языка. На нашем предыдущем занятии мы говорили о том, как в современном английском языке используется фразовый глагол get. Мы с вами определили, что фразовый глагол get может вступать в различные связи с 14 предлогами и постпредлогами современного английского языка, как самостоятельный фразовый глагол get может употребляться в 12 различных значениях. Как вы уже знаете, тема нашего сегодняшнего занятия это фразовый глагол get. Это глагол, часто используемый в современном английском языке, и, конечно же, вам этот глагол хорошо знаком. Давайте обратимся к тем значениям, которые в современном английском языке есть у этого глагола. Самое основное значение или общее значение этого глагола давать или отдавать. Помимо данного значения, глагол give имеет значение дарить, а также платить и оплачивать. При этом значение глагола платить и оплачивать может быть как прямым, так и переносным. Помимо этих трех основных значений давать, отдавать, дарить, платить и оплачивать, в современном английском языке глагол give употребляется для обозначения следующих значений предоставлять, издавать или производить. Часто речь идет о шуме или о каком-нибудь звуке, например, музыкальном или немузыкальном. Также глагол give употребляется в значении изображать или исполнять. Как более частные значения данного глагола можно привести такие. Произносить, например, речь to give a speech или читать лекцию. Также глагол give может употребляться для обозначения значений причинять, например, горе и доставлять, например, радость. Давайте еще повторим те значения, которые может в современном английском языке приобретать глагол give. Их восемь. Это, конечно же, не все значения глагола give, а только самые основные. В зависимости от контекста мы можем с вами уточнять значение глагола give. Итак, самое общее значение этого глагола давать или отдавать. Далее идет значение дарить, платить и оплачивать. А также предоставлять, издавать и производить, например, шум или какой-либо звук. Изображать и исполнять. А более частные значения этого глагола произносить речь или читать лекцию, причинять горе или доставлять радость. Глагол give очень активно образует так называемые фразовые сочетания. Давайте посмотрим, какие именно. Как фразовый глагол, глагол give используется со следующими наречиями, предлогами и постпредлогами. To give away. Отдавать, дарить, раздавать. Второе значение данного фразового глагола – выдавать секрет или проговариваться. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание на данное значение фразового глагола to give away. Отдавать, дарить, раздавать. А также выдавать секрет или проговариваться. Как и на нашем предыдущем занятии фразовые глаголы, мы с вами перечисляем в алфавитном порядке. Поэтому следующим фразовым глаголом будет глагол to give back. Значение данного фразового глагола можно выразить, исходя из внутренней формы слов, входящих в его состав. To give back – давать обратно или возвращать. Это фразовое единство достаточно часто употребляется в современном английском языке. как, впрочем, и to give in – уступать или сдаваться. Следующий фразовый глагол образуется при помощи наречия out и имеет следующие значения. мы перечисляем только основные значения данного фразового глагола to give out – раздавать, объявлять, иссякать или заканчиваться, если речь идет, например, о запасах, о силах или там о времени. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что фразовые глаголы, как правило, употребляются и в прямом значении, и в переносном. Часто в современном английском языке в качестве второго элемента фразового глагола употребляется наречие over. Вот как, например, с глаголом to give. to give over имеет следующие два значения бросать или переставать что-либо делать. Чаще всего данное фразологическое единство употребляется в повелительных предложениях, то есть в предложениях, когда перед говорящим ставят задачу заставить или убедить кого-то совершить какое-либо действие. В частности, прекратить что-либо делать. Также фразовый глагол to give over употребляется и во втором значении. В значении передавать что-либо кому-либо. Обратите внимание, пожалуйста, на два этих значения. Они в какой-то степени независимые друг от друга. Во-первых, это значение бросать или переставать что-либо делать, а также передавать что-либо кому-либо. однако фразовый глагол может образовываться не только при помощи одного наречия, как в данном случае over, но и при помощи нескольких предлогов. Например, Появление предлога to в данном выражении изменяет значение фразового глагола. Фразовый глагол приобретает дополнительное значение посвящать. Часто употребляемый фразовый глагол в современном английском языке to give up имеет следующие три основные значения, которые, в общем-то, можно объединить в одно. Первое значение оставить или отказаться. Например, от работы, от участия и так далее. Второе значение данного фразового глагола бросить. Например, отказаться от привычки. И третье значение это уступить, отказаться, признать дело безнадежным и именно поэтому отказаться от выполнения чего-то. То есть отказ должен быть мотивирован. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, как правило, употребление глагола как фразового не означает, что это единственный способ в современном английском языке для обозначения того или иного действия. То есть фразовые глагола, то есть фразовые глаголы, как правило, имеют в современном английском языке синонимические выражения. То есть выражения, которые обозначают то же самое значение, но без помощи наречия или предлука. Мы с вами, еще раз напомню, выделили следующие фразовые глаголы с основным компонентом give. Помимо фразовых глаголов, глагол to give может выступать в составе устойчивого выражения. Таких устойчивых выражений в современном английском языке много. Многие из них активно употребляются в современном английском языке. Мы лишь вам хотим предложить два. Так, обращая внимание, fixed phrases, устойчивые сочетания. To give way to. Податься или уступить чему-либо. А также предаваться, например, отчаянию. To give way to. И второе устойчивое выражение звучит следующим образом. To give rise to something. Давать начало или давать повод чему-либо. На этом наша с вами теоретическая часть завершена. И мы с вами приступаем к так называемой практической части. То есть мы с вами, на примере конкретных предложений, будем использовать данные устойчивые выражения, либо устойчивые фразы, либо использовать фразовые глаголы в конкретной ситуации общения. Как и на наших предыдущих занятиях, мы советуем вам запоминать устойчивые выражения, состав которых входит фразовые глаголы и устойчивое сочетание фразовых глаголов. Для того, чтобы ваша речь звучала как эдематическая, то есть вам при формировании собственных предложений не нужно будет мучительно составлять собственные фразы, а можно воспользоваться фразами или моделями, которые мы с вами будем изучать на занятиях. Давайте обратимся к первому тестовому заданию. Оно выглядит следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. The teacher gave over, gave back, gave us a lot of work today. Сегодня учитель задал нам много домашнего задания. Посмотрите, пожалуйста, на то, что мы с вами имеем в качестве вариантов для заполнения пропусков. Это глагол give в форме прошедшего времени, который употребляется либо как фразовый глагол gave over или gave back, или как самостоятельный глагол gave. Давайте посмотрим, какие значения имеет фразовый глагол to give over. Мы с вами, конечно же, помним, что это многозначный фразовый глагол, у него три значения. Бросать или переставать что-либо делать. Чаще всего это значение употребляется нами в повелительных предложениях. А также это значение передавать что-либо кому-либо. Что касается второго фразового глагола to give back, то у него в современном английском языке одно значение, которое вытекает из его внутренней формы. Глагол give как самостоятельный употребляется в следующих значениях. Давать, отдавать, дарить, платить и оплачивать, предоставлять, а также издавать или производить шум или звук, а также изображать, исполнять, произносить речь или читать лекцию, причинять горе или доставлять радость. Обратите, пожалуйста, внимание, что, как и многие другие фразовые глаголы, фразовый глагол give употребляется очень часто с прямым дополнением. Что касается глагола give как самостоятельного глагола, то он обязательно используется с дополнением. То есть этот глагол требует при себе прямого дополнения или дополнения, которое присоединяется к этому глаголу без помощи предлога. В данном контексте, вы видите, уместно будет употребление самостоятельного глагола give. Ну, конечно же, речь идет о форме прошедшего времени. Сегодня учитель задал нам или дал нам много работы. Обратимся к следующему тестовому заданию. Почему ты разболтал, почему ты всем рассказал про наш секрет? Нам нужно вспомнить, какой глагол имеет значение проговариваться или выдавать секрет. Глагол to give up имеет следующие три значения оставить или отказаться, например, от работы или от участия. Бросить привычку и, наконец, третье значение этого глагола уступить, отказаться, признать дело безнадежным. Что касается самостоятельного глагола give, то мы совершенно точно из контекста понимаем, что его употребление здесь невозможно. Остается глагол give away. Give away имеет два основных значения. Первое значение включает в себя такие значения, как отдавать, дарить и раздавать. А другое значение имеет следующее значение. Выдавать, например, секрет или проговариваться. Исходя из контекста, нет никаких сомнений, что мы с вами должны использовать при выполнении данного тестового задания и пункт A. Why have you given away our secret? Почему вы разболтали наш секрет? Обратите, пожалуйста, внимание, что фразовый глагол очень часто требует после себя прямого дополнения. Обратимся к следующему заданию. It gave over, gave in или gave him much pain to speak about that. Говорить об этом ему причиняло большую боль. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на данное тестовое задание. И давайте вспомним, какие значения имеют фразовый глагол to give over, to give in. To give over имеет два в основном значения. Первое значение – бросать, переставать что-либо делать, чаще всего в повелительных предложениях, и передавать что-либо кому-либо. To give in означает уступать, сдаваться. И, наконец, самостоятельное употребление глагола give имеет следующее значение. Давать, отдавать, дарить, платить, оплачивать, предоставлять. Издавать, производить. Например, шум или звук. Изображать и исполнять. Произносить речь или читать лекцию. А также причинять горе, доставлять радость. Первые два фразового глагола не могут быть употреблены в данном контексте. Мы с вами в данном контексте должны использовать самостоятельный глагол give, но в форме, конечно же, прошедшего времени. Поэтому у нас фраза будет звучать так. It gave him much pain to speak about that. Говорить об этом было ему очень больно. Следующее тестовое задание звучит так. Обратите, пожалуйста, внимание, что постпредлог отделен от глагола при помощи дополнения, прямого и косвенного. Мы в данном предложении говорим о том, что книга будет возвращена кому-то в понедельник. To give away означает отдавать, дарить, раздавать, а также выдавать секрет или проговариваться. To give back имеет значение возвращать. To give in имеет значение уступать, сдаваться. В данном предложении речь идет о том, что говорящий готов вернуть собеседнику книгу в понедельник. Поэтому мы должны с вами использовать здесь фразовый глагол с предлогом back. I'll give you the book back on Monday. Я верну тебе книгу в понедельник. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что до сих пор мы с вами имели дело с фразовым глаголом, который употреблялся как единое целое в предложении. То есть главный элемент данного фразового глагола, собственно, сам глагол, и наречие или постпредлог были неотделимы от главного слова. Однако сейчас мы с вами столкнулись с другой ситуацией. Мы с вами видим, что наречие, оно же постпредлог, может быть отделено от главного элемента фразового глагола, то есть от самого глагола. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на экран. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вторая часть фразового глагола должна быть ударной. В отличие, например, от предлога, который, будучи служебной частью речи, не берет на себе ни логического, ни фразового ударения в современном английском языке. Обратимся к следующему заданию. Не отчаивайся, все будет в порядке. Обратите внимание, пожалуйста, на следующее. Фразовому глаголу в современном английском языке соответствует глагол без дополнения в современном русском языке. Не отчаивайтесь, все будет хорошо. Теперь давайте посмотрим, какие значения имеются у данных выражений. To give away to – поддаваться, уступать, преддаваться отчаянию. To give rise to – давать начало, давать повод. И, наконец, to give away – отдавать, дарить, раздавать, а также выдавать секрет или проговариваться. Данное устойчивое выражение необходимо запомнить. Оно выступает как единый блок во многих современных фразах английского языка. Давайте запомним, что по-английски предаваться или не предаваться отчаянию будет don't give way to despair. Не предавайтесь отчаянию, держитесь, держите себя в руках. Everything will be alright. Обратимся к следующему тестовому заданию. We give away, give, give up our customers a generous discount for paying on time. Если наши клиенты совершают оплату вовремя, мы предлагаем им хорошие скидки. Или мы могли бы перевести данную фразу следующим образом. За своевременную оплату клиентам предлагаются скидки. Здесь мы с вами имеем три варианта. Give away, который переводится как отдавать, дарить, раздавать, а также выдавать секрет и проговариваться. To give. Давать, отдавать, дарить, платить, оплачивать. Предоставлять, издавать, производить, шум или звук. Изображать, исполнять. Произносить речь, читать лекцию. А также причинять, горе, доставлять радость. Give. Как вы знаете, может употребляться в современном английском языке самостоятельно, но с дополнением, дополнение в данном приложении у нас имеется. И, наконец, give up в современном английском языке имеет значение. Оставить, отказаться от работы, участия и так далее. Бросить или отказаться от привычки. А также уступить, отказаться, признать безнадежным. Конечно же, в данном контексте наиболее удачным будет использование самостоятельного глагола give. Поэтому предложение должно звучать следующим образом. We give our customers a generous discount for paying on town. Обратимся к следующему тестовому заданию. Our supply of food was about to give out, give away, give in, and there was no hope that we would be found soon. Наши запасы пищи подходили к концу, и не было никакой надежды, что нас вскоре найдут. Предложение достаточно сложное. Оно распространенное, сложно сочиненное предложение. Давайте посмотрим имеющиеся варианты. To give out, to give away, и, наконец, give in. Give out означает Раздавать, объявлять, иссякать, заканчиваться. Речь идет о запасах или силах. В принципе, данный вариант нас бы устроил, исходя из контекста данного предложения. Но на всякий случай давайте проверим и следующие значения. To give away имеет значение отдавать, дарить, раздавать, а также выдавать секрет или проговариваться. Это значение нам подходит гораздо меньше. И, наконец, значение to give in – уступать, сдаваться. Это значение нам не подходит совершенно. Поэтому мы с вами должны сказать, что мы можем с вами заполнить пропуск в данном предложении, если воспользуемся вариантом A. Наши запасы пищи подходили к концу, и не было никакой надежды, что нас вскоре найдут. Давайте обратимся к следующему тестовому заданию. The president is giving away, is giving, is giving up a press conference tomorrow. Завтра президент будет давать пресс-конференцию. Давайте посмотрим, какие значения есть у следующих фразовых и самостоятельного глагола. Give away имеет значение отдавать, дарить, раздавать, а также выдавать секрет и проговариваться. Give имеет 8 значений. Давать, отдавать, платить, оплачивать, дарить, предоставлять, издавать, производить, например, шум или звук, изображать, исполнять, а также произносить речь или читать лекцию, причинять горе или радость. Глагол give up в современном английском языке может употребляться в трех основных значениях. Исходя из контекста данного высказывания, мы должны здесь использовать самостоятельный глагол give. The president is giving a press conference tomorrow. Завтра президент дает пресс-конференцию. Вы видите, что мы должны с вами тщательно проанализировать значения как фразовых глаголов, так и самостоятельного глагола. И уже в зависимости от контекста мы сможем с вами решить, какой фразовый глагол мы можем с вами использовать. А может быть, в данном контексте нам лучше воспользоваться самостоятельным глаголом give. Следующее тестовое задание звучит так. Все участники, речь идет о конференции, получат буклеты с программой конференции и кратким изложением докладов. Буквально. Здесь в предложении используется пассивная конструкция, поэтому мы с вами говорим о том, что всем участникам будут выданы буклеты. А теперь давайте посмотрим на предложенные три варианта празовых глаголов. Здесь используется в пассивной конструкции глагол to give out, give away и, наконец, give in. To give out используется для передачи следующих значений. Раздавать, объявлять, иссякать или заканчиваться. Чаще всего этот глагол используется, когда речь идет о запасах или о силах. To give away употребляется в значении возвращаться. Обратно, например, отдавать, дарить, раздавать. Также выдавать секрет или проговариваться. И, наконец, глагол to give in употребляется, если мы с вами говорим о следующих значениях – уступать или сдаваться. Исходя из данного контекста, наиболее удачным использованием будет использование фразового глагола с частицей out. All participants will be giving out the booklets or the program of the conference and the summaries of the reports. Иногда мы можем с вами встретиться с такой ситуацией, когда несколько фразовых глаголов, имеющие различные значения, могут использоваться в одном и том же контексте. Но, естественно, контекст при этом будет несколько меняться. Давайте обратимся к следующему тестовому заданию. Сколько денег ты отдал за машину? Или же мы могли бы спросить, во сколько тебе обошлась твоя машина? Данное выражение предполагает разговорный стиль общения. Обратимся к следующим фразовым глаголам to give away – отдавать, дарить, раздавать, проговариваться или выдавать секрет. To give out – имеет значение раздавать, объявлять, иссякать или заканчиваться. Используется этот фразовый глагол, если речь идет о запасах или силах. И, наконец, самостоятельный глагол give, как вы уже знаете, используется для обозначения восьми значений. давать – отдавать, дарить, платить и оплачивать, предоставлять, издавать – производить, шум или звук, изображать и исполнять, произносить речь, читать лекцию, причинять горе, доставлять радость. Исходя из данного контекста, мы с вами можем предположить, что наиболее подходящим является пункт C. How much did you give for the car? Следующее тестовое задание представляет собой также вопросительное предложение. Can you give, give out, giving me some more information on the subject? Вы можете дать мне больше информацию по этому вопросу. Или не могли бы вы предоставить больше информации мне по данному вопросу? Здесь также мы с вами имеем два фразовых глагола. Глаголы to give out или to give in. А также самостоятельное употребление глагола give. Напомню, значение самостоятельного употребления глагола give. Давать – отдавать. Дарить – платить или оплачивать. Предоставлять – издавать или производить. Шум, звук и так далее. Изображать – исполнять. Произносить речь или читать лекцию. Причинять горе, доставлять радость. Глагол to give out имеет три значения – раздавать, объявлять, иссякать или заканчиваться, если речь идет о запасах или о силах. Например, глагол to give in имеет значение уступать или сдаваться. Безусловно, глаголы to give out, to give in здесь не могут быть употреблены. И речь идет о употреблении самостоятельного глагола give, значение предоставлять информацию. Обратимся еще к следующему заданию. The date of the conference will be given, given out, given up next week. Дата конференции будет сообщена на следующей неделе. В данном контексте речь идет о том, что дата конференции будет объявлена, если хотите, будет обозначена на следующей неделе. Мы с вами уже помним значение глагола give как самостоятельного, поэтому я думаю, что нет необходимости напоминать эти значения. Глагол to give out имеет значение раздавать, объявлять, иссякать и заканчиваться. Глагол to give up употребляется в том случае, если необходимо передать следующее значение оставить или отказаться от работы, участия и так далее, бросить привычку или уступить, отказаться от какого-то дела, поскольку вы признаете его безнадежность. В данном контексте, конечно же, необходимо употребить глагол given out. The date of the conference will be given out next week. Итак, мы сегодня с вами изучили, как в современном английском языке используется глагол give как самостоятельный, а также как используется глагол во фразах. Давайте обратимся еще к одному тестовому заданию и посмотрим, как используется этот глагол в устойчивых сочетаниях. Его доклад на конференции или его выступление на конференции привело к бурной дискуссии. Глагол heated может использоваться в форме причастия второго, причастия прошедшего времени для обозначения бурной, горячей, активной. To give way to имеет значение поддаваться, уступать, как частное значение используется со значением предаваться, например, отчаянию. To give rise to something имеет значение давать начало или давать повод, приводить. To give out имеет три значения – раздавать, объявлять, иссякать, заканчиваться, если речь идет о запасах или силах. Исходя из данного контекста, мы можем с вами сказать, что вариант B здесь будет наиболее приемлем. His talk at the conference gave rise to heated discussion. То есть, его выступление на конференции привело к бурным обсуждениям или дало повод бурным обсуждениям или послужило поводом бурных обсуждений. Итак, на нашем сегодняшнем занятии мы с вами посмотрели, как в современном английском языке используется такой распространенный глагол, как глагол to give, как самостоятельный глагол, имеющий восемь основных значений, а также как фразовый глагол. Мы с вами сказали еще и о том, что глагол give может вступать в устойчивые сочетания, такие как to give way to – значение поддаваться, уступать, предаваться отчаяния, и to give rise to something – давать начало, давать повод. На этом время нашего сегодняшнего занятия подошло к концу. Спасибо за внимание. До свидания.